Доброго здоровья! И это ответ на вопросы. Руслан, здравствуй! Вопросы про осознанное сновидение. Сначала подтверди информацию ниже, если будешь, если хочешь, дополни от себя, а потом вопросы мои. Итак, осознанное сновидение. Это одна из самых сильных практик, которая позволяет быстро усилить сознание. О сознании. Накопить личную силу и развить экстрасенсорные способности. Ну, так, здесь сразу комментарий, или поправка. Это в основном самая первая сверхспособность, которую вырабатывают среднестатистические люди. Или через которую обычно проходит большинство. Хотя, некоторые идут через телепатию, некоторые через ясновидение, некоторые через астральную проекцию или через астрал. Вот эти четыре основные, через которые основное большинство начинает развиваться. Но осознанное сновидение, это самое первое. Может быть, даже боль у большинства. Она имеет практик, она имеет номер один. Через что они проходят. Спонтанно, по готовности, в основном начинается. И большинство людей, а, нет, все-таки, все больше людей, да. Ее когда-либо пробуют специально или случайно, конечно, не случайно, а когда у них назревает готовность, или они приближаются, хотя бы на момент, на миг к ней. Бывает один раз в жизни у некоторых, у большинства один раз в жизни бывает. У чуть большего количества два. Еще у чуть большего количества людей три. И так далее. Практика осознанного сновидения сложна, но способна дать очень мощный толчок для саморазвития. Да. Вообще-то, любая практика, любой сверхспособности дает толчок. Берет ли ее в руки, осваивает человек или нет, зависит от его реализации и желания. Где ему интересен, там он есть. Практикуя осознанное сновидение, человек развивается одновременно сразу на нескольких планах. Астральном плане, плане воли и интуитивном плане. Можно и так сказать. Одной из особенностей осознанных сновидений является возможность переживать ситуации, невозможные в обычной жизни. Находить выходы из них и оценивая собственные реакции, использовать полученные сведения для самоанализа. И самопознание на разных этапах взросления и становления в личности. Здесь я согласен, хорошо сказано. А в основном, если научиться контролировать свои сновидения, их можно строить полностью по собственному сценарию. Да. Будь то путешествие в Америку, Китай, на Марс или грандиозная битва, в которой именно вы главный герой и участник. К тому же еще и сценарист. Да. Вопросы. Первый. Осознанное сновидение – это когда ты знаешь и говоришь себе в тонком мире, что ты спишь прямо сейчас. Часто даже ты просыпаешься слегка под утро и хочешь обратно в сон, в тот же мир, где все можно для тебя. И при этом, что хочешь, можешь делать. Жить во сне, как будто в третьем или четвертом измерении в обычной жизни. Ну да. Нужно ли стремиться или желательно идти к осознанным сновидениям, так как это... Так как это одна из самых сильных практик, которые позволяют быстро усилить осознание. Ну, это первая практика, которая кажется или воспринимается самой сильной. Это нормально, поначалу. Пока вы в ней не освоитесь, не станете мастером или не будете, не начнете переходить к другим практикам, которые вам при освоении покажутся еще более сильными. И так до бесконечности. Которая позволяет быстро усилить осознание, накопить личную силу, развить экстрасенсорные способности. Или наша душа и без того знает, что надо делать в этом тонком мире во время сна. Конечно, душа знает. Она ее ведет в основном, она ее вдохновляет. Больше второе, последнее. Хотя и первое тоже имеет место. Как можно практиковать осознанные сновидения перед сном, чтобы они появились, когда ты спишь? Перед сном. По поводу этого литературы все больше в интернете читайте, слушайте, смотрите. Здесь у каждого по-разному. И меня, например, Мои Я Ведут. Ведут в основном они. Мои Те Я, которые находятся за пределами моего эго, ума, личности. Почему осознанные сновидения крайне редки? Ну, потому что мы находимся в трехмерном мире, где все только начинают свое развитие в сторону человека разумного. Нет, не все, почти все. Или большинство. И в это большинство приходят разные существа и сущности, которые помогают этому большинству в этом. Или показывают пример. Или являются учителями. В том, что они умеют. Для тех, кто желает это познавать или обучаться. Потому что наше осознание спит. Ну, да, мы всегда спим относительно других миров. Или... То, что мы видим нашими глазами или третьим глазом, или просто нашим вниманием, это то, где мы в реальности, будь это любое измерение. Сознанное сновидение, астральное, ментальное, многомерные миры. И для остальных миров наших тел, наших Я, мы спим. То есть, они. Можно так условно говорить, что они, остальные спят. И сейчас главный фокус в том, где мы себя осознаем. Но там есть дальнейшее мастерство, когда мы умеем переключаться между двумя мирами. Очень быстро. И находясь в одном мире, видеть этот мир с другой точки зрения. Можно и в трех мирах одновременно находиться, но это сложнее. В четырех еще сложнее. Как-то я попробовал сразу много увидеть. Это сложно было подсчитать, сколько. Но я одно накладывалось на другое, и было очень сложно. Поэтому я это очень редко с тех пор делаю. Легче всего понять и осознавать, смотря на реальность из двух миров. Иногда приходится смотреть из трех. Еще реже. И в основном хватает из двух точек зрения, чтобы не заиграться в одном мире. Попадая в первый, назовем это так, сон, мы начинаем отвлекать свое внимание и тратить имеющуюся энергию на иллюзию этого сна, не двигаясь далее. Да, в основном так и происходит. Если мы обладаем по каким-то причинам колоссальным объемом энергии, хотя сейчас добавлю, вы находитесь в любом мире и концентрируетесь только на нем, пока у вас есть желание реализовать что-то там. Когда вы насыщаетесь этими желаниями, их может быть хватать на короткое время, а могут на годы, столетия и множество жизней. Вы сами выбираете, сколько вы хотите получать уроки или опыт в любой реальности. Сколько времени, например, или сколько энергии этому посвящено. Если мы обладаем по каким-то причинам колоссальным объемом энергии и обладая колоссальным намерением не задерживаться на различных первых слоях этой луковицы сна, то вы пронижите собой эти миры вашим сознанием и остановитесь там, куда стремились. Но большинство из нас не знает, куда стремиться и даже не знает о возможности этого стремления. И как маленькие потерявшиеся дети застревают на первом уровне сна и блуждают там. Пока физическое тело не перезагрузится для следующего дня. Нам не хватает энергии и осознанности? Ну да. Ну можно так назвать, что это детьми. Но ведь даже это естественно. Вот такая аналогия. А мы все равно будем задерживаться там, где нам интереснее. И для других следующих этапов мы себя можем называть детьми. Или с той стороны, или с будущего мы можем видеть себя как дети. Ну это нормально. Каким надо быть, что у тебя колоссальный объем энергии? Чтобы был у тебя колоссальный объем энергии, чтобы не задерживаться на различных первых слоях этой луковицы сна и идти куда хочется. И что хочется можно делать во сне? Чтобы не задерживаться? Так пока вы задерживаетесь, значит вам там и хочется. Значит вам хочется поиграть или получить опыт там. Да, когда вы насытитесь, у вас хотения переведут вас в другое место. Или вы сами за счет их приподниметесь в другой мир. Найдете что-то новое. То есть ваше желание вам не руководит. Это нормально. Желание не зло. Это естество, которое присутствует и ведет, и является ведущим во всех мирах. Спешить некуда. Осваивайтесь там, где вам интересно. Даже если вы не видите ничего, кроме этого трехмерного мира. Не обладаете ничем, кроме стандартного набора среднестатистического человека. Значит вам здесь интересно. Значит вы еще не доиграли. Значит вы еще здесь не усовершенствовались в чем-то или не усовершенствовали себя. Значит вы еще не доставитесь мастером и познаваете здесь все то, что вам интересно. Достигаете здесь своих желаний. И когда вы всем этим насытитесь, вы автоматически начнете всплывать в следующий мир, в следующие сверхспособности, на следующие планы. Через осознанное сновидение и сновидение телепатии, астрал или другие возможности. На этом видео завершаем. До следующих встреч. Пока.